И снова здравствуй, зритель. Шастала я тут сегодня, значит, в X-Price вообще исключительно за крючочками на липучечках. Но крючочечков на липучечках вообще не было. Весь в X-Price обошла. Вот у меня сейчас кот прошёл, я подозреваю, он в камеру-то и, может быть, и не влез. Отставила я в X-Price в итоге 417 рублей 70 копеек. Купила вообще... Ну, часть то, что, в принципе, мне местами нужно было, а часть вообще как-то вот нахрена это купила. В общем, мне, по идее, в принципе, надо было контейнеры, которые не одноразовые, а можно вот поюзать, потом помыть, потом снова поюзать. И вот эти, кажется, были по 13 рублей. Так, у меня вообще там есть какие-то ещё контейнеры? Сейчас узнаю, короче. В общем, вот такой контейнер. Где-то есть счастье. А нет, это не то. Так, где оно тут? Контейнер винтовой 13 рублей 70 копеек. Так, два штуки. Так, есть тут ещё что-нибудь такое? Да, по ходу дела, их два купила. В общем, два таких вот контейнера на 330 миллилитров. И тут их можно юзать в этой микроволновке, если что, разогреть, или в морозилке. Мне тупо надо в морозилку. В общем, два вот таких контейнера. У меня, правда, было такое подозрение, что один раз поюзал, и оно сдохнет. Но, может быть, оно всё-таки проживёт подольше. Фиг на это. Так, вот вроде как. Будем надеяться, что оно всё-таки подольше проживёт. Вот один контейнер у меня употребился. Я до него не достану, его уже обнаружил кот. В общем, было два контейнера. Контейнер чуть побольше. А он, кажется, 18 рублей стоил. Сейчас узнаю. Так, где-то тут контейнер. Да, 18.30. 18 рублей 30 копеек. Это у нас на 660 миллилитров. Вот так. Тоже можно в микроволновку, ну и, соответственно, в морозилку. И ещё другой контейнер совсем большой. Сколько вообще он тут по объёму там? На литр. И вот контейнер на литр. Где-то тут у нас контейнер, контейнер. Где-то тут есть контейнер. 18, 13, 13. А этот у нас 25 рублей. В магните, по-моему, они по 32 вот эти вот литровые. Но у меня когда-то были магнитные, но что-то они как-то в итоге умерли. Слушайте, а какой тут прикольный. Тут вон даже деление с 200, 400 и 600 миллилитров. Интересно, на других вообще были такие деления? Вот на камеру-то, может, не видно. Ну вот, ну-ка. Короче, вот здесь вот есть эти деления. Я совершенно случайно их увидела. Когда покупала, я вообще их не увидела и не заметила. Деление это есть? Есть ли тут какое деление? Слушайте, здесь есть. Тут 200, 300, 450. А на мелком? Мелкий. Пойди ко мне. А на мелком нифига. Ну, это, в принципе, и ладно. В общем, вот такие внезапно приличные контейнеры есть фиксики. Еще, как бы, я сама вполне могу это освоять. Но надо покупать вишенку, надо покупать яблочко. Хотя у меня есть яблочное варенье. В общем, тут сады придумья. Придонья качества. Из первых рук яблоко, вишня, пюре. Без добавления сахара. Сделано 11 февраля. И 2 года может жить. В смысле этого года. Состав яблочное пюре, вишневый сок, вода. Я хочу его потом захомячить. Я понимаю, что оно, по идее, детское. Или для тех, кто пережил какую-нибудь операцию на ЖКТ, ЖКХ. Да, я путаю это. Ну, короче, на желудок, на всякий. Или просто там долго болел, и вот надо что-то такое есть. Но иногда вот хочется. Я раньше покупала футоняню какие-нибудь такие. Вот я тут что-то увидела, так прониклась. Думаю, что бы нет. Сейчас гляну, почем кайф на рынке. Так. Пюре 25 рублей. Еще вот в магните оно, по-моему, дороже. И состав у них нормальный. Вот что-то мне вдруг захотелось. У меня иногда в магните тянулась к ним рука, но что-то как-то все не дотягивалось. Я помню, что я сама еще хотела яичную лапшу сводить по рецепту Маруси нашей, ну, смысл, бабуси уже покойной. Но тоже пока руки все что-то не доходят. К тому же я сегодня как-то помирала весь день, можно сказать, всю ночь. Думала, все, ласты склею. Там погода, что-то мигрень в середине ночи начала снова по-новой проявляться. И в итоге я, короче, уже так поняла, что не доползу я до молока. Куплю я того молока или в среду, или в пятницу, когда его там водят. В общем, по идее, вообще молоком сейчас в последнее время, его нисколько пью, нисколько ем, тупо кофе разбавляю. Ну, и чтобы разбавлять кофе, я купила все сливы. Не буду обозревать, они уже в другом месте, это обзор птица. Значит, Роллтон, лапша яичная по-домашнему. Тиша, ты зачем такой слон залез на эту, на пианинную клаву? Ты тяжелый для нее. Сделано оно у нас 27 октября прошлого года, по-моему, оно там 12 месяцев что-ли живет. Тут вдруг состав мелкими желтыми буквами написаны. Мука пшеничная, лучший ассорт, потом питьевая вода, порошок яичный, соль. Ну, короче, нормальный состав. Я решила, почему бы и нет. Вот тут они какие-то тут, типа, гнезда, не гнезда. Ну, свалю потом. А она почем у нас кайф на рынке? Так, где ты тут вообще? Ты кто? Ты где? Лапша, 55 рублей. Я себе купила опять, а то он год уже перебазировался наверх. Ты только мне не скинь тут эту самую лампочку. Люстрочку, в смысле, этот фонарик, короче. Настольную лампу. Короче, я его уже как-то покупала, 55 рублей пол-литра. Волоконовский консервный комбинат, цельное молоко, сгущенное с сахаром. Где тут состав-то по-русски был где-то? Молоко нормализованное, сахар, в скобочках сахароза, запитая. Молочный сахар, пищевой, мелко-кристаллический, в скобочках лактоза. Ну, короче, нормальный состав такой. Эй, ты что пытаешься скоммунитить? Вот вы не видите. А он уронил обезьянку. И у него лапа такая на километр стала. Ну, длиннее, чем должна быть. И он достал эту обезьянку. В итоге баррикаду моих ровненько поставленных этих контейнеров уронил. И теперь второй маленький контейнер лежит уже у окна. Точнее, у балкона. Сейчас мы, видимо, им играть будем. Ну, короче, за штативом. В общем, вот обезьянка. Я думаю, что это такое? Ну, уронил я, вроде ничего не стало. На самом деле, у меня тут еще чашка с чаем стоит. Короче, ну, 55 рублей. В общем, там у них теперь появился холодильник. И в этом холодильнике вся такая, типа, молочка стоит. Включаю сгущенку. И там была сгущенка, которая открывается, вот, ну, сгущенное молоко вот этой ключом. 50 рублей. И вот это. Я что-то подумала, да пусть год. Вот это. 5 рублей разница. Пол-литра. Ну, чуть побольше. Еще я увидела. Если вдруг какие-то звуки. Это вот, я надеюсь, он все-таки не укокошит этот контейнер. Я им еще не успела попользоваться. 1 февраля этого года сделаны дани какао десерт. Или дани дани какао десерт. Растворимый какао напиток. Сахар, песок, какао, порошок в составе. Засыпать в чашку 2 чайные ложки. Какао напитка. Залить горячим молоком и тщательно размешать. 175 миллилитров на 175 миллилитров 2 чайные ложки. Вкус на рык, говорит дракончик. Натуральный состав. Деви Марко. В Деви Марко для взрослых добавлен ванилин как искусственный ароматизатор. Я что-то так подумала, почему бы и нет. Сейчас скажу, почем как на рынке. На ноте вообще было типа ассортимент какао столько-то стоит. Где-то тут у нас. Какао напиток 50 рублей. Я себе купила сок. Вообще я их купила 2. Где она? И вообще он мне нравится. Мой. Вишня. Ну я тупо люблю вишневый сок. А вишневый сок без всяких яблок, виноградов и прочей требухи редко где находится. Но знаешь, что в фиксе он стабильно бывает. Вот этот мой. И он стабильно как бы вишневый. Ну там конечно лимонная кислота, вода и сахар. Как обычно во всех любых соках. Но по крайней мере хотя бы оно с этим самым. С вишней. А не чем-то еще. Где-то вообще состав-то. Состав. Иди сюда. В общем черри джус, сахар, лимонная кислота и вода. Сделано из концентрированного сока. Я тут читаю на этом. Видимо на английском. Потому что что-то русский я тут не наблюдаю пока. Может он как-то так заделан, что его фиг найдешь. А вот, да, вот он с этой стороны трубочкой заделан. И оно у нас сделано 30 ноября прошлого года. Оба сока. И доживет еще ближайший год. По-моему они у нас где-то 112,50. Нектар мой вишня. Еще я себе купил фольга. Никогда в фиксе, по-моему, не покупала фольга. Но у меня вроде как почти заканчивается. Может еще не сильно заканчивается. Ну короче, я решила, что надо про запас купить фольга. Цена товара 55 рублей. Фольга алюминиевая 28 сантиметров на 15 метров. Сделана она у нас 11 февраля за 3 дня до моего дыры этого года. И в общем вот такая вот фольга. Где тут у нас? Для хозяйственно-бытовых целей 15 метров. Я еще покупала, помню, фольга в этом светофоре. Но я вот не знаю, в светофоре до сих пор надо набирать на минимум 300 рублей сумму. Потому что мне как бы там ничего такого конкретно не надо. А то, что надо, оно у меня на минимум 300 не наберется. А докупать чего-то иное, которое мне не надо, мне вообще не надо. А еще купила себе внезапно терияки соевый соус. Тут просто решила попробовать, тот ли это сладкий соус, который кореянка сует к своим роллам или другой. Тут у нас на корейском написано как-то странно вообще. Частично как бы под японский стилизация, а и попутно рядом внутри корейский. Хотя, ну как-то вообще никак. Соевый соус естественного брожения. Ямчан. Сделанный 13 ноября прошлого года в 23.34 и он живет 12 месяцев. Ну тут у нас, значит, русский соевый соус, соевый соус терияки, вода, соевые бобы, пшеница, сахар, соль, ананасовый сок, свежий имбирь, чеснок, лук. Свежий, точнее, имбирь, чеснок, лук, консервант, бензонат, натрия. Ну, в общем, только один тут бензонат, натрия. И да хрен бы с ним. А нет, он 18 месяцев, оказывается, живет. Вот. Кто это вообще делает-то? А делает это Россия, Московская область и Сытринский район. Ну, понятно. Стилизация как бы под Корею, под Японию. Смешали уже и жали, решили, что так и сойдет. В принципе, до пушек. Так что вот. Соус, по-моему, он 25 рублей должен был быть. Где он тут у нас, соус? Да, 25 рублей этот соус. Пакетик у меня тут. Меня спросили, говорит, вам, говорит, ну, пакетик надо, говорю, да, надо пакетик. Вам, говорит, маечку или поплотнее, думаю. Ну, возьму маечку, думаю, вот что, маечка у них совсем, что ли, там порвется. А она внезапно очень даже плотная, маечка. Вот такой вот у нас тут этот. На все низкая цена. Fix price, точка чего-то там. Ну, и еще я себе купила. Да, кстати, точно 2 рубля стоит этот пакетик. Пакет майка. П, точно, дробь, э. И тут у нас, где оно? Сладенькое там мое, ты где? Зефир 400 грамм, 55 рублей. По-моему, там меняемый такой состав. Князев кондитерская фабрика. ГОСТ 2011 года. Трио, круг, 21, город Пензавна. У меня в Пензе есть какая-то там родня по линии дедушки. Так, сахар, песок, что-то неразборчивое. Необычное пюре. Вот это, ну, в принципе, слушайте, нормальный состав. Не хуже, чем, даже, по-моему, лучше, чем вот этот. Вот есть просто белёвская пастила. Ну, мне чисто белёвская пастила не попадалась. Мне попадалась чисто белёвская вот этот. Да, чисто белёвская пастила мне попадалась. Зефир чисто белёвский не попадался. А ещё вот это вот как бы белёвская фабрика. Короче, есть белёвская фабрика. И ещё белёвская фабрика, которая как бы музей. Слегка в разных местах вообще сделанная. И состав совершенно разный. Вот берёвская пастила, которую чаще всего найдёшь в каком-нибудь магните Дикси-пятёрке, такие вот это, полосочками. Вот пенёк со мной была в Коломне, там она видела эти полосочки такие вот этой пастилы, один в один практически. А есть та, которая в определённых магазинах. Вот у нас такую можно купить только в Афоне, которая такая вот красивая, там зефирчик, пастилочка, мармеладик ещё, видимо, бывает. Мне мармеладик дарили года два назад за вписку, благодарность человек один. Короче, там чего только не добавлено. И вот я так, не то чтобы я его не понюхала, потому что не понюхаешь, я его пощупала, посмотрела, я решила, что это нормальный, ничем не хуже этого берёвского. Зефир, ну вот, попробую. Если ласты не склеют, то вы меня ещё увидите в роликах. Для счастливого образа жизни. Так что вот такой у меня тут внезапный обзор фикса. Нахрена я это всё купила? Всем спасибо, кто отселил. Всем пока!